Привет, друзья! Сегодня я расскажу о криминальном триллере режиссёра Асгера Лета под названием «На грани». Центр Нью-Йорка. Молодой мужчина идёт по улицам. Впереди пафосный отель Рузвельт. Мужчина получает номер на имя Уокера и поднимается наверх. Он завтракает, а затем протирает всё, до чего дотрагивается, пишет записку, надевает плащ и... выходит в окно. Он становится на широкий карниз и смотрит вниз. Через несколько минут его замечают прохожие, раздаётся крик. «Человек на грани!» Зритель переносится на месяц назад. Этот же мужчина, Ник Кэссиди, в тюрьме выслушивает отказ в апелляции. 25 лет для бывшего копа никто отменять не собирается. К нему приходит его напарник, Майк Акерман, и сообщает, что звонил его брат. Отец Ника умирает. Ник обещает выбить для него день на воле. Ника привозят на похороны. Его брат Джоуи, ведёт себя агрессивно. Он обвиняет Ника в смерти отца. Вспыхивает драка. Ник выхватывает оружие у полицейского. Ему удаётся добраться до автомобиля. Начинается погоня. Но Ник успевает проскочить перед поездом. Он добирается до контейнера, в котором хранятся вещи и запасные документы. Действие возвращается в настоящее время. Ник стоит на карнизе. Полиция перекрывает улицы, офисы и магазины. Приезжают спасательные службы и привозят подушку. Собирается толпа. Ник Кэссиди требует привезти детектива Лидию Мерсер. Прибывший детектив Маркус читает записку Ника. Уйду из жизни, как и пришёл. Невиновным. Полиция пытается найти данные о Джеки Уокере, но это очень сложно. Приезжает телевидение и начинает репортаж. Наконец прибывает Лидия Мерсер. Она поднимается на 21 этаж. Доггерти рассказывает то немногое, что они знают о прыгуне. Лидия окликает Ника и пытается наладить контакт. Он признаётся, что готов умереть. Она нужна ему, потому что месяц назад пыталась спасти другого прыгуна. Ей это не удалось, зато она теперь знаменитость. Ник рассказывает женщине об умершем отце, а потом интересуется её друзьями в полиции. В это время Майк Аккерман начинает своё расследование. Он пока не знает о прыгуне и должен первым найти Кэссиди. Полиция опрашивает работников отеля. Маркусу докладывают, что в номере нет ни одного отпечатка. Узнав об этом, Лидия предлагает мистеру Уокеру закурить, но он отказывается и в этот момент оживает его наушник. На связь выходит брат Ника, Джоуи. Он вместе со своей девушкой Энджи готов действовать. Ник даёт указание Джоуи о системе безопасности. Тот просит брата угомониться. У них всё продумано и готово. Джоуи и Энджи забираются на крышу соседнего здания, в котором находится ювелирный магазин Инглендера. Ник видит их. Джоуи смеётся. В новостях сказали, что брат рванул в Канаду и хвалит себя за успешно подготовленный побег. В магазине Инглендера отключается система. Джоуи устанавливает заряд в люке и накрывает его старым матрасом. Чтобы отвлечь внимание от крыши, Ник делает вид, что сейчас прыгнет. Толпа безумствует, и в этот момент происходит взрыв на соседней крыше, который заглушает крики людей. Джоуи и Энджи проникают внутрь здания. Лидия протягивает сигарету Нику, и он берёт её. А женщина говорит, что он не похож на того, кто готов прыгнуть. Ник возвращает сигарету, и она отдаёт её техникам. Нужно снять отпечаток. Джоуи и Энджи пробираются к центральному хранилищу. В это время детектив Аккерман узнаёт о прыгуне на отеле Рузвельт, и тут к зданию подлетает вертолёт и чуть не сносит Ник из карниза. Аккерману сообщают, что на имя Джоуи записан контейнер для хранения, и он едет туда. Лидия обдумывает ситуацию. Отчаявшиеся прыгают, а этот как будто ждёт чего-то. Тут что-то не так. Она просит Доггерти ускорить опознание. Джоуи переключает камеры внутреннего наблюдения, но внезапно Энджи обнаруживает непонятный датчик и признаётся, что в старших классах она залезала в богатые дома, где смотрела телевизор и мерила шмотки. Джоуи смеётся. Она воровка? Но девушка обрывает его. Если бы не она, они бы попались. Мерсер пытается разговорить Ника, а брат в это время докладывает ему о непонятном датчике. Кэссиди нужно умудриться ответить брату, чтобы Лидия ничего не заподозрила. Он начинает говорить иносказательно. Джоуи в шоке. Что это за дурацкие шутки? Но тут Энджи понимает, Ник намекает, что это датчик тепла, и его надо охладить. Ник говорит, что его отпечаток с сигареты вот-вот пробьют. Лидия удивлена. И что она узнает? Аккерман проникает в контейнер и среди нескольких полицейских дел находит своё. Лидии сообщают, что этот прыгун – беглый зэк Ник Кэссиди, коп, укравший у Инглендера бриллиант на 40 миллионов долларов. Маркус напоминает, отель принадлежит Инглендеру, а напротив – его офис и магазин. Лидия недоумевает, что вообще тут происходит, и, вспомнив записку, понимает – Ник хочет доказать свою невиновность. Она приказывает найти его досье и обыскать камеру, а потом сообщает обо всём Аккерману, который сжёт личные дела, найденные в контейнере. Маркус распоряжается открыть магазин Инглендера. В это время Джоуи находит место, где можно проникнуть в вентиляционную трубу. Инглендер в это время проводит встречу с инвесторами. Он рассказывает о покупке бриллианта «Монарх», но пару лет назад его отняли, и тогда он приобрёл другой, который нельзя отнять. Он предлагает выпить за башню «Монарх». В этот момент ему сообщают, что прыгун – это Ник Кэссиди. Это же узнаёт и Лидия, и интересуется – зачем этот спектакль? Ник спрашивает, её босс уже отправил копов через дорогу? Джоуи понимает – это информация для них, и начинают убирать следы своего присутствия. Ник рассказывает Лидии, как два года назад ему предложили простую работу – охранять бриллиант Инглендера при перевозке, но его подставили, и сейчас ему нужна помощь. Он мог бы сбежать в Мексику, но это не для него, потому что он невиновен. Ник кричит об этом, и толпа поддерживает его. Ник предупреждает Джоуи, что к магазину идут детективы, и чтобы дать брату время, устраивает дождь из денег. Радостные люди ловят купюры и преграждают путь полиции. Джоуи пытается прикрепить мини-камеру на датчик входной двери. Полиция входит в помещение, управляющий сопровождает их и по мере продвижения отключает охранную систему. Энджи в последний момент заскакивает в люк. Инглендер возмущен. Что Кэссиди делает в его здании? Он приказывает Маркусу прекратить этот цирк, и тот покорно соглашается. Управляющий вводит полицию в отделение для богатых клиентов, и приклеенная камера показывает грабителям код от двери. Полиция впечатлена. Тут и тепловые, и сейсмические датчики. Проникнуть туда практически нереально. В отель приезжает спецназ. Лидия говорит, что Ник ведет себя, как невиновный. Маркус дает ей 15 минут. Потом будет действовать спецназ. Полиция уходит из магазина Инглендера, и Джоуи, и Энджи возвращаются в хранилище. Корреспондент напоминает, Кэссиди украл бриллиант стоимостью 40 миллионов и распродал его по кускам, которые до сих пор не нашли. Лидия напоминает о времени. Спецназ наверху. Ник рассказывает. Он привез бриллиант на место, и там двое людей Инглендера в масках вырубили мужчину и забрали камень. А он сам стоял и смотрел на происходящее и смеялся. Суд присяжных ему не поверил, но Кэссиди точно знает, что монарх до сих пор у миллионера, потому что в тот год он потерял много денег на инвестициях, а за камень ему выплатили страховку. И еще Инглендер нанимает только копов, значит и Ника избили свои. Он просит Лидию спасти его. Приезжает Такерман. В этот момент привозят бумаги из камеры Ника, и Майк несет их Доггерти. Лидия выясняет подробности прошлого ограбления. Она обращается к Маркусу и говорит, что Кэссиди сотрудничал со службой внутренних расследований, и скорее всего там остались какие-то зацепки и подозрения. Маркус понимает, нужно ускорить задержание, ну или уничтожение опасного свидетеля. Энджис спускается в вентиляционную трубу. В толпе начинаются волнения. Люди не верят, что Кэссиди украл бриллиант. Аккерман приносит бумаги, и Лидия интересуется. Он тоже работал на Инглендера. Мужчина недоумевает. Лидия отказывается пропустить его к Нику, потому что не верит ему. В это время портье приносит Нику еду. Парень же голодный. Толпа приветствует Ника. Энджи добирается до главного датчика. Лидия говорит, что о его деле знают уже все, так что он может возвращаться. Ник просит немного времени. И тут ей показывают чертежи бомбы, найденные в камере Ника. Кэссиди руководит действиями Энджи. Он приказывает резать красный провод. Девушка в шоке. У нее красный фонарик. В его свете все провода красные. Она режет, и... сигнализация отключена. Джоуи вскрывает главный сейф. В этот момент Лидия спрашивает. В здании бомба? Но Ник не говорит ничего конкретного. Тогда она просит эвакуировать здание. Маркус отказывается. И тогда Лидия тоже выходит на карниз. Всем подразделениям дают отбой. Сейф открывается. Джоуи и Энджел начинают искать бриллиант. Но все тщетно. Джоуи говорит об этом брату. И Лидия понимает, что Ник с кем-то разговаривает. Кэссиди признается. Он крадет бриллиант. Но его нет в хранилище. И приказывает по плану. В этот момент срабатывает сигнализация в здании Инглиндера. Возмущенный миллионер идет в хранилище и открывает другой сейф, из которого достает знаменитый бриллиант. Лидия предлагает обратиться в отдел внутренних расследований. Пока она звонит, в номер приходит Аккерман и обманом проникает внутрь. Он заговаривает с Ником и интересуется. Он точно будет прыгать? Майк говорит, что выручит друга. А тот интересуется. Неужели он тоже с ними? Аккерман пытается помочь Кэссиди. Но в этот момент с крыши спускается спецназ. И Ник бросается бежать по карнизу, а потом разбивает окно и проникает в здание. Толпа неистовствует. Ника хотят убить. Инглиндер приходит в свой кабинет и видит там Джоуи и Энджел. Парень обыскивает миллионера и находит камень. Он пристегивает мужчину наручниками к сейфу, и они уходят. За Ником идет погоня по всему отелю. Джоуи и Энджел оставляют сумку-портье, а тот достает из нее камень. Инглиндер добирается до телефона и сообщает Маркусу, что бриллиант у брата Ника. Тот отдает приказ стрелять на поражение. Сотрудник службы внутреннего расследования звонит Лидии и рассказывает, что у них были наводки на еще двух копов – Аккермана и Маркуса. Ник бежит по помещениям отеля. Партье направляют погоню в другую сторону, но Маркус захватывает Джоуи и Энджел. Ник забирается на крышу прямо по стене здания. Маркус допрашивает Джоуи. Ему нужен камень. Лидия говорит, что в здании нет никакой бомбы. Она требует прекратить стрельбу по Нику и догоняет его в тот момент, когда мужчину захватывает спецназ. Она отказывается уходить, но Маркус приказывает арестовать ее и отсылает своих подчиненных. И в этот момент Инглиндер выволакивает на крышу Джоуи и Энджел. Он предлагает Нику выбирать, и Кэссиди отдает камень. Миллионер уходит, а Маркус предлагает Нику прыгать самому или он сбросит брата. Лидия разоружает спецназовца и возвращается на крышу. Появившийся Аккерман стреляет в Маркуса, но и сам получает пулю. Он просит прощения. Майк не знал, что Ника хотят подставить. Маркус готовится стрелять, но первой это делает Лидия. Ник видит сверху Инглиндера. Тот, издеваясь, шлет ему воздушный поцелуй, и Ник прыгает вниз. Под восторженные вопли толпы он попадает прямо на воздушную подушку. В последний момент Ник успевает схватить миллионера и вытаскивает из его кармана камень. Инглиндера арестовывают. Кэссиди освобождают. Его встречает Лидия, и они едут в бар, где распоряжается бортье. Ник представляет его. Это мой отец. Лидия удивлена. Живой и здоровый. Джоуи просит тишины и делает предложение Энджеле. И она соглашается. Фильм захватывает. Отлично сбалансированный сюжет и нет нудного начала. Немного напрягает одно. Вот человек на карнизе для толпы это шоу. И это страшное явление современного мира. Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом фильме. И не забудьте, пожалуйста, поддержать нас лайком и подписаться.